всем привет теперь более как бы уже осмысленно по поводу того чехла который мы заказали будем сравнивать его практически с аналогичным чехлом но такие такой чехол стоит скажем так в четыре раза дешевле поехали сравним его все характеристики ну и посмотрим как он выглядит на самом начнем внешне в принципе они кажутся идентичными такое ощущение что даже штамповались на одном прессе ну то есть сверху у него хотя нет на этом все-таки чуть-чуть визуально больше отверстия здесь тоже визуально больше отверстия хотя она почему-то становится криво ну здесь все как-то визуально больше на этом но тем не менее внутри они похожи пластик похожий по упругости я бы даже сказал что вот этот который с кожей а пахнет именно натуральной кожей он как-то получше но пожестче немножко далее по поводу окна чтобы вы понимали если это ну внешне это конечно не сильно заметно но здесь окно больше и это немного раздражает больше она в таком плане сейчас мы это все проверим здесь у нас окно получается 36 и 5 а вот здесь окно получается 36 и 5 но если мы возьмем допустим вот здесь вот то у нас здесь получается 20 почти 24 то есть тут 23 и упал будет 24 грубо говоря здесь картина совсем другая 24 ровно почему же не тогда выглядят по-разному непонятно в принципе все должно быть одинаковым но будем тестить дальше ну в общем что же мы тут видим если мы захлопываем этот существенное отверстие у нас получается которое можно запихнуть почти миллиметровую нитку толщиной сделано кстати неплохо я бы даже сказал сразу же надеваем второй чехол тут мы видим совершенно другую ситуацию здесь визуально кажется что на намного больше не знаю почему хотя в принципе по размерам все одинаково но это как бы не самое главное вот здесь вот очень хорошо видно как сделан сканер отпечатка пальца он находится посередине при учете что здесь наклеено и стекло и задняя пленка у нас на задней панели хорошая гидрогелевая пленка ну как хорошая относительно хорош здесь я бы не сказал что он прям по центру тут видно что он сильно отходит вперед от центра в общем как то так этот конечно собирает всю грязь на коже это не так заметно ну и кожа пахнет кожей хотя бы но с другой стороны не нужно забывать о ценнике если здесь 800000 то здесь 180 250 в общем как то так но тем не менее посмотрим как кожа будет ходить ее можно пропиткой пройтись ее можно точно также крем-краской закрасить и все друг поцарапается ну как бы более менее практично здесь выпирания никакого нет даже за счет того что наклеено стекло здесь тоже уже под лицо идет хотя здесь тоже наклеено толстое стекло для защиты аппарата аппарата в общем как то так